Всем здравствуйте! Сегодня у нас короткое видео, посвященное тому, как пользоваться аспирационным психрометром для определения влажности. Это видео-ответ на один из комментариев зрителей канала о том, как необходимо вставлять в один из термометров, а собственно в мокрый термометр Батист, и как пользоваться непосредственно прибором. Итак, давайте разберемся по порядку. Данный аспирационный психрометр производит измерение влажности на основе показания двух термометров, например, сухого и влажного. По разнице этих температур с помощью специальных психрометрических таблиц или номограмм, это такие графики, определяется искомая влажность в месте измерения. То есть, например, мы измеряли в комнате, значит мы определяем влажность в данной комнате, либо на улице, либо в производственном цеху и так далее. Итак, что же необходимо сделать для того, чтобы начать измерение? Для того, чтобы начать измерение, необходимо привести один термометр к мокрому состоянию, а именно к 100% влажности. Так как 100% влажность является у нас опорной точкой для измерений, то есть известной точкой. Второй термометр у нас является в кавычках так называемым сухим, то есть он измеряет температуру при текущей влажности. И затем уже на основании этой разницы вычисляется, как уже я сказал, наша искомая влажность в месте измерения. Для того, чтобы привести один из термометров к мокрому состоянию или 100% влажности, необходимо его резервуар намочить водой. Для того, чтобы она не испарялась в процессе измерения, это осуществляется путем обматывания данного резервуара, например, термометра, который находится справа от меня, хлопчатобумажной тканью, батистовой тканью или любым подобным материалом, который способен удерживать в себе достаточно длительное время влагу, собственно воду. Сейчас мы возьмем, свернем эту ткань и аккуратненько ее обернем вокруг термометра. Собственно, здесь ничего абсолютно сложного нет. Я просто отвечаю в данном видео на один из вопросов зрителей. Просто был такой вопрос задан в комментариях, как пользоваться данным прибором. Вот таким вот образом мы опускаем в резервуар, вокруг резервуара нашу хлопчатобумажную ткань, батистовая в данном случае. И вот сейчас давайте посмотрим поближе. Резервуар у нас обернут данной тканью. Итак, теперь необходимо нам смочить данную ткань, которой мы обвернули резервуар, водичкой. Это можно сделать с помощью пипетки, которая идет в комплекте. Это можно сделать с помощью любого шприца или другого удобного для вас способа. Смачиваем, вот водичку добавляем. Нашу ткань. Лишнюю воду при необходимости можете стряхнуть, опуская прибор вниз. Если лишней воды не будет, капелек практически не наблюдается. Ну вот они, капельки у нас небольшие пошли. Видно, что резервуар смоченный. И после этой процедуры можно, собственно, начинать измерение нашим прибором. Сегодня у нас модель с заводным механизмом. То есть у нас работает прибор с помощью заводного механизма пружинного. Раскручивается вентилятор. Такая же точно модель есть с электровентилятором. Эта модель очень удобна для того, чтобы ее брать с собой. В советское время такие модели брали для анализа на производстве микроклимата, для каких-то лабораторных выездных измерений и тому подобное. Кому интересно также, для прибора, еще раз напоминаю, есть вот такой вот крючок, на который вешается сам прибор. А данный зацеп или крючок у нас прикручивается к стене. И прибор вот в таком положении может висеть достаточно длительное время в том месте, где систематически необходимо измерять влажность. В данном случае механизм у нас напоминает старые советские будильники, часы. Вот мы слышим, запустился вентилятор. Вентилятор будет работать после полного завода как раз то время, которое необходимо для снятия показаний с каждого термометра. В принципе, рекомендованное время измерения, если вы пользуетесь электровентилятором, около 4 минут. При более длительном измерении вы можете, конечно, получить более точные показания по обоим термометрам. Итак, как же посчитать нашу влажность после определения температуры по сухому и мокрому термометру с помощью нашего психрометра аспирационного М34? Открываем инструкцию к прибору, находим вот такой психрометрический график. Его также можно найти в интернете с легкостью, либо найти психрометрическую таблицу. Давайте посмотрим, как использовать данный график. У нас вверху на графике указана температура. Вот, собственно, у нас температура указана. По вертикали у нас по серединке расположены цифры 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, но вверху подразумевается 100. Это процентов влажности. То есть наша относительная влажность. После того, как мы определили температуру, например, температуру 21 по сухому термометру, 14 по мокрому термометру, мы должны найти точку пересечения вертикальной линии, соответствующей 21 градусу Цельсия, с наклонной линией, соответствующей 14 градусам Цельсия, и в точке пересечения определить нашу искомую влажность. Вот у нас линия 21, вот у нас линия, соответствующая 14 градусам Цельсия, и вот точка, где она пересекает нашу линию 21. Это соответствует ровно, как видите, 45% влажности. Вот, собственно, и все использование нашего прибора и определение относительной влажности. По психрометрической таблице также очень просто вычисляется влажность. Всем спасибо за внимание. Кому было интересно, пишите комментарии. Всем всего доброго. До свидания.